почему снижается иммунитет осенью что будет если не успеть укрепить иммунитет здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков а я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачков автор более тысячи видео в интернете автор более 50 опубликованных книг и брошюр разных странах часть книг заказать и купить через интернет можно а сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и раскрыть еще некоторые особенности как правильно лечиться вылечиться и жить без болезней а именно что будет если не успеть укрепить иммунитет осенью вовремя когда же наступает осень ошибочно считают что осень в северном полушарии стартует с 1 сентября а в южном полушарии с 1 марта на самом деле возможно у вас осень началась в августе а возможно еще и в ноябре у вас будет не осенняя погода и определяет все совершенно конкретный критерий а а именно область теплового комфорта для человека напомню это диапазон от плюс 18 до плюс 24 градусов по цельсию находясь в этом диапазоне большую часть времени человек себя чувствует комфортно обмен веществ идет оптимально если температура стремится подняться выше чем 20 24 градуса по цельсию у вас наступает лето и нужно совершать целенаправленно изменения в своем рационе и в образе жизни а вот когда температура стремится опуститься ниже чем плюс 18 градусов по цельсию тут у вас наступает осень и вокруг вас и в вашем организме и совершать целенаправленные действия в этом случае абсолютно необходимо и что стоит делать что нужно делать чтобы успеть укрепить иммунитет осенью вы узнаете прямо сейчас почему снижается иммунитет осенью он снижается только у тех кто не знает как правильно питаться напомню потребность белка для взрослого здорового человека примерно 1 грамм на килограмм веса в сутки если это подросток ребенок потребность выше нужно расти и развиваться если женщина беременная либо кормящие она больше тратит если человек выздоравливает после перенесенных заболеваний его иммунной системе нужна белковая подпитка белков нужно больше почему же возникает белковый дефицит осенью если эту потребность разделить на три примерно равных части то основной обмен забирает примерно 1 3 ими словами это ваша активность обмена веществ в состоянии покоя еще одна треть это ваша активность на протяжении дня иными словами когда утром проснулись открыли глаза обмен веществ начинает активироваться у вас возникла мысль вам нужно компенсировать потери воды за ночь или включить в работу печень съем бутерброд салом потребность вы энергии увеличилась обмен веществ повысился и на протяжении дня примерно 3 белка вы тратите на вот такие вот свои потребности на ваш образ жизни на обеспечение вашего образа жизни еще примерно треть белка расходуется иммунной системой ей всегда есть кем воевать у взрослого человека несколько сотен видов бактерий находятся в непосредственном контакте с организмом иммунная система должна их уничтожать и работа идет очень напряженно по статистике на одну иммунную клетку приходится 100 бактерий 100 микроорганизмов и она должна успевать их контролировать иными словами уничтожать размножающиеся бактерии чтобы их количество было не чрезмерным для того чтобы не было вспышки инфекций еще в организме находятся десятки видов возбудителей вирусных инфекций у практически каждого человека есть возбудителей грибковых инфекций обостряются они либо иммунная система контролирует но они всегда есть у каждого человека ежедневно образуется 10 15 тысяч онкоклеток иными словами зарождается примерно 300 злокачественных опухолей ежедневно если вы не находитесь на учете у онколога то скорее всего ваша иммунная система отрабатывает свою функцию и контролирует и эти не самые простые изменения в вашем организме также иммунная система должна своевременно омолаживать клеточный состав чтобы вашем организме работали не старые изношенные клетки а более молодые и работоспособные и почему возникает дефицит белка осенью вернее у кого возникает дефицит белка осенью у тех кто не знает как правильно питаться какие изменения внести свой рацион а именно нужно увеличить долю белковой пищи в рационе потому что осенью когда температура снижается ниже чем плюс 18 градусов по цельсию вам уже нужно согревать свой организм а самое лучшее топливо для согревания организма это именно белки если углеводы приносят в организм примерно 4 килокалорий и повышают обмен веществ всего на 3-4 процента жиры приносят 9 килокалорий с хвостиком и подогревают обмен веществ всего на 7 8 процентов то белки тоже приносят 9 килокалорий из которых сгорают 5 повышая обмен веществ на 40 процентов это самый простой и надежный способ согреться без последствий конечно некоторые скажут спирт приносит еще больше 7 килокалорий один грамм алкоголя этанола принес и все 7 рассеялись в виде тепла на злоупотреблять таким способом подогрева организма осень я бы не советовал до калорий много но не очень быстро организмом удаляются или очень легко переохладиться и спровоцировать обострение любых инфекций в своем организме почему же снижается иммунитет осенью просто вашему организму осенью нужно больше белка на обогрев организма соответственно снижается количество белка для вашей активности на протяжении дня и для работы вашей иммунной системы и что будет если не успеть укрепить иммунитет осенью уменьшение количество белка для вашей активности на протяжении дня даст вам снижение работоспособности как физическом плане так и в интеллектуальном иными словами вам очень легко попасть в депрессии автоматически уменьшается количество белка для работы иммунной системы и легче могут активироваться любые возбудители бактериально-вирусных грибковых инфекций которые в вашем организме присутствуют и то что вы не можете видеть ваша иммунная система может полноценно не справляться и с образующимися постоянно онкоклетками сожалению этот результат этот иммунный дефицит становится заметным спустя 10-12 лет когда вы пропустили ваша иммунная система пропустила зарождение какой-то злокачественной опухоли что будет если укреплять иммунитет осенью занятиями спортом часть экспертов именно так советуют повышать ваш иммунитет спорт вернее физические нагрузки правильно распределенные на протяжении дня могут помочь вам укрепить иммунитет случае если вы за неделю-другую до этого скорректировали свой режиме рацион питания в этом случае действительно укрепить иммунитет можно если вы просто добавили физической активности а система питания у вас осталось прежней то напомню что мышца тратит во время физической нагрузки мышечная ткань тратит не только энергию но и белки иными словами усугубляется белковый дефицит если мы посмотрим на рацион спортсмена то содержание белка в рационе в зависимости от интенсивности нагрузок который он испытывает может быть и полтора и два и более грамм белка в сутки мышца работает белок изнашивается для того чтобы мышца после физической нагрузки увеличилась в объеме нужен белок это понятно и ребенку вопрос где возьмет белок спортсмен если он тренируется как тренируется а питается как питается как будет работать его иммунная система если до занятий спортом вы чувствовали себя не очень и вас низкий уровень здоровья мотивировал вам таким способом укреплять иммунитет то обострение бактериально вирусных грибковых инфекций очень легко прогнозируется в этом случае более того а возможно и иммунитет против онкоклеток у вас будет ослаблен но правда этот результат вы узнаете спустя 10-12 лет после неправильных тренеров именно такой срок нужен для того чтобы сегодня образовавшийся зачаток злокачественной опухоли увеличился до тех размеров которые доступны современной диагностики а это размер опухоли диаметром 2 3 миллиметра просто опухоли меньших размеров не отличаются от окружающей ткани их крайне сложно диагностировать еще один вариант ответа на вопрос что будет если не успеть укрепить иммунитет осенью а будет осенняя депрессия работа мозга также зависит от белкового питания белки ферменты расщепляют химическую связь той пищи которую вы использовали расщепляют молекулы на простейшие согнения высвобождается энергия которая превращается в электрический импульс и работает мозг управляет работой вашего организма у вас проявляются различные эмоции если белков ферментов не хватает энергетика мозга падает на уровень метаболического обеспечения у вас появляется депрессия а будет у вас стартовать ваша депрессия с осенней депрессии либо проявится зимняя депрессия либо весенние зависит уже от степени белкового дефицита и от степени того нарушения рациона который требовал ваш мозг еще один вариант ответа на вопрос что будет если не успеть укрепить иммунитет осенью будет не только обострение известных вам инфекций но и тяжелое протекание еще не известны обычно в осенне-зимний период активируются вирусы гриппа количество их около 150 иными словами много вариантов возможно незнакомых вашей иммунной системе и известное выражение что леченая инфекция эта неделя они леченые 7 дней это уже будет не для вас примерно 5 дней нужно вашей иммунной системе хорошо работающий на то чтобы выработать эффективную защиту против нового возбудителя какой-либо инфекции еще несколько дней для того чтобы завершить инфекционный процесс если же ваша иммунная система не имеет достаточных резервов белков для выработки антител иммуноглобулинов интерферонов то инфекция затягивается и вероятность осложнений увеличивается еще один вариант ответа на вопрос что будет если не успеть укрепить иммунитет осенью вот хуже заживать раны травмы от которых не застрахован ни один человек а если у вас на осень запланировано оперативное вмешательство то нужно своевременно скомпенсировать скорректировать свой рацион чтобы уменьшить послеоперационные осложнения в рационе я бы советовал осенью использовать большем количестве кисломолочные продукты яйца рыбу возможно птицу из продуктов растительного происхождения предпочтительные крупы предпочтительные орехи семена безусловно овощи и фрукты после термической обработки это прекрасный гарнир к этим продуктам питания который обеспечит здоровому человеку надежное укрепление иммунитета случае если у вас есть хронический гастрит еще хуже если есть эрозивный гастрит есть панкреатит дискинезии желчного пузыря энтероколит дисбактериоз кишечника то просто увеличив количество белковых продуктов в своем рационе вы скорее всего обострите дисбактериоз и место укрепления иммунитета будет отравление вашего организма что делать чтобы укрепить иммунитет осенью не очень здоровому человеку иными словами имеющему как минимум заболевания со стороны пищеварительной системы об этом вы узнаете в одном из следующих видео на моем канале вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на него лайк а я подумаю как лучше написать и разместить на своем канале следующее видео до новых встреч на моих каналах доктор скачков и школа доктора скачков